Лыжный сезон в регионе Я рад вас приветствовать в нашей студии И расскажите сразу, пожалуйста, что это были за соревнования Где вы выполнили мастера спорта на дистанции 50 километров Это был чемпионат России Мы бежали 50 километров Дистанция была тяжелая Бежало 39 человек Лена была 27, я 33 А где проходили соревнования И спортсменки Какого класса там принимали участие Может быть какие-то прославленные наши чемпионы России Или кто-то еще Проходили в городе Апатиты, Мурманской области Там участвовали мастера международного класса Одна спортсменка была заслуженной мастер спорта Также мастера Ну и первого разряда там было 8 человек А как вошла подготовка Все-таки мастер спорта Это серьезный норматив, который вы первые смогли выполнить В нашем регионе Где вы готовились И как проходила подготовка Кто повлиял, помог вам Подготовка проходила В Санкт-Петербурге У нас были летние сборы Вторые сборы у нас были в Кировске Зимой Вот Ну помогали нам в этом родители Брат составлял план тренировок Вот Насколько я знаю У вас вся семья спортивная Все занимаются спортом Регулярно их видим на пробежках Расскажите, как вообще вы выбрали изначально палеотлон Где же вы тоже имеете нормативы Также мастеров спорта, да? Кто вам помог в выборе И как давно вы занимаетесь уже? Ну, когда все начиналось Мы занимались Ну просто как бы для интереса Потом нас пригласили в университет Ее заниматься Тренер сборной России По палеотлону И там мы и выполнили Все нормативы А в Наринмаре сейчас Продолжаете так же заниматься? Или в каком-то уже определенном виде Другом еще? В Наринмаре мы Ну вот этот год мы занимались Только лыжными гонками Ну потому что у нас были цели поставлены Выполнить мастера спорта Вот Давайте поговорим О нашей спортивной базе Допустим Которая существует у нас в округе Да? Какой уровень сейчас подготовки наших спортсменов И возможно ли у нас готовить далее Тоже спортсменов высокого класса? Ну мне кажется невозможно Потому что не соответствует рельефу Во-первых Во-вторых Ну инвентарь тоже плохо закупается Не обеспечивается В достаточной мере И так же На сборы нужны деньги Это касательно лыжных гонок? Да А палеотлон? А палеотлон у нас на хорошем уровне Сейчас Таня Дроздова с Олей Каневой Показывает хорошие результаты Тренируется у Виктора Семеновича Чепрова Так что надеюсь В следующем году Покажут достойные результаты А вот желающий Допустим любой Пойти заниматься Лыжными гонками Или палеотлоном Сколько ему нужно вложить сил Или средств Вот в это Это дорогой ведь спорта? Ну да В основном это Трата на лыжи На палки На амуницию Это На одежду Ну естественно Это трата на сборы На выезды Деньги тоже нужны Ну не каждый может Это себе позволить Сколько необходимо Сборов К примеру Для подготовки Вот сейчас вам Чтобы Улучшить свой результат Или повторить его Вот на уровне у вас было До этого кандидата Мастера спорта А теперь На мастера То есть Там различия достаточно существенные Года достаточно Подготовки или это Все-таки несколько лет Ну это зависит Конечно от Сборов Где они проходят Я думаю И год На хорошей базе В принципе Тоже достаточно Вот Давайте поговорим О том В каких вам Престижных соревнованиях Приходилось Принимать участие На чемпионатах Европы Чемпионатах мира Расскажите пожалуйста Подробнее В поле от луни Мы участвовали В чемпионатах мира В кубках мира В чемпионате России А вот в лыжах Самые Ну престижные соревнования В чемпионат России И какие места Были заняты Ну по поле от луны Мы чемпионки мира Ну и чемпионки России Соответственно Здесь Вот были Как Оля сказала 27 и 33 Была ли возможность И вероятность того Что вы могли бы Занять места Гораздо выше Может быть что-то Повлияло на это Ну Я думаю Если бы у нас Во-первых Было бы больше сборов Ну Больше Подготовки Больше было Мы бы естественно Были бы выше И Если бы еще После 30 Ну 30 километров Мы бы не поменяли лыжи Потому что Ну вторые лыжи оказались Катили хуже Вот и так В принципе Неплохо сбор Когда спортсмен Лыжник едет на сборы У него с собой Несколько комплектов На соревнования У него несколько комплектов Лыж с собой И палок Или Я бы не представляю просто Ну Да Зависит от того Сколько Ну какие соревнования Сколько у него пар Чем больше Тем лучше Конечно Запасные палки Обязательно нужно тоже иметь Потому что Можно во время Соревнований Сломать Палку И лыжу тоже Да И лыжу можно сломать Чтобы тренер Всегда мог Дать Все запасные Расскажите мне Как вы Настраиваете себя Перед стартом Есть ли у вас какие-нибудь приметы Вот у многих спортсменов Которые уже приходили в студию Да Они рассказывали Но Как бы не раскрывали Этот секрет А вы уже достигли многого Может вы поделитесь Для зрителей Может кому-то будет интересно Тоже будет пользоваться Методами Ну у нас примета Особых нет Просто тренировки И все Будь уверенным в себе А вы когда выходите на старт Вы настраиваете Как-то друг друга Или вам может помогают Родственники По телефону поговорить Или может быть Тренер Или Как это происходит Ну С родственниками Мы обязательно разговариваем С друг другом Тоже так Себя настраиваем Что нужно бороться В палеотлоне Обычно Нас тренер настраивал Массажи делал Разогревал Как-то настраивал А вот как спортсменки К какому уровню подготовки Вы себя позиционируете Вы Профессионалы Или вы Может быть это все-таки любители Или как вот Может к себе относите К какому уровню Ну Я думаю Что мы любители Все равно Чуть повыше Ну чуть может повыше Да Потому что профессионалы Это люди Которые Ну это их работа Они уже Конкретно занимаются Лыжами Там Или ну Каким-то определенным Там спортом Ездят Постоянно По соревнованиям Сборам А у нас Ну мы Как бы Это у нас хобби Такое Мы потому что Еще работаем Учимся И приходится Это все совмещать Вот Меня Волнует один вопрос Вот вы Когда вы ходите Вместе на старт Вы и две сестры Вы когда бежите Может быть Одна из вас Поддавалась Или там Пропускала вперед Или вы боретесь До конца Кто-то должна Вот и обязательно Выиграть Показать Показать Что сильнее Как это у вас Происходит Мы всегда Боремся до конца У нас Нету такого Чтобы кто-то Кому-то Поддавался Бывает Помогаем Друг другу Когда бежим Вдвоем Полегче бежать Разбираемся Да Уже на финише В основном А после финиша К примеру У вас нету Что Я лучше пробежала Там Или Как это выглядит Я думаю В детстве Может такое было А сейчас У нас Мы просто Ну как-то уже Так спокойно К этому относимся Просто скажем Молодец И все Это здорово А расскажите Пожалуйста Сейчас вы Чем занимаетесь Где вы работаете И какие планы У вас На будущем И на спортивное Так скажем Будущее Сейчас мы Работаем Тренирами Полыжным гонкам Мы в старте Также учимся Очно В колледже На Последственном деле Вот А в будущем Планируем Тоже тренировать И работать А сами готовы Уже Еще достичь Каких-то результатов В спорте Или уже Достаточно Как вы считаете Ну я думаю На нашем уровне Это Как бы Наверное Верх Чего можно достичь Ну потому что Дальше там уже Это мастер спорта Международного класса На наших Трассах На нашем рельефе Ну это Мне кажется Это нереально А то есть Можно как-то Еще что-то поменять И изменить рельеф Или это уже Как бы здесь В Наринмаре у нас Ну это Я думаю Надо строить Стадион Специальный Трассу Ну как-то Развивать А какая Самая Вот Интересная Трасса Вот вам Запомнилась Или может Где-то Было Очень сложно Или наоборот Где-то Очень хорошо Проходили Интересные Соревнования О чем Можете Рассказать В апатитах Трасса Запомнилась На всю жизнь А какое Отличие От других Там Повороты Резкие На 180 Крадусов У нас Горнолыжная Подготовка Плохая Что у нас Горок нет Поэтому Сложновато Было И больше В палеотлоне Там нигде не было Ну вообще Как бы Каждая трасса Она Индивидуальна И Бывают Где-то Повороты И спуски Очень тяжелые Где-то Полегче Ну Как бы Это Где попадется Как Мы как-то Уже привыкли И Таких вот Нету Чтобы Прям запомнилось Какая-то Одна Оля Лена Спасибо вам За очень интересную Беседу Я желаю вам Дальнейших успехов В спорте Так же Как и в тренерской Деятельности На этом все Я вам напоминаю Что у нас в гостях Были Ольга И Елена Матвеевы Мастера Спорта Прославлены Наши чемпионки Занимайтесь Спортом И будьте здоровы Продолжение следует